Встреча, которой не будет. Почему Зеленский врет о перспективах Нормандского саммита? Андрей Бабийский специально для Ukraina.ru Актеры часто являются людьми, чей интеллект нельзя при всем желании назвать выдающимся. Актерское образование не дает глубоких знаний, да они, собственно говоря, не нужны человеку, который играет в жизни не самого себя, а вживается в образ другого. Нужно создать узнаваемое подобие или, как в случае Владимира Зеленского, заставить публику смеяться над удачными и не слишком шутками. Вчерашняя пресс-конференция ярко высветила еще одно свойство натуры нынешнего украинского правителя. Оказавшись человеком не менее лживым, чем его предшественники, в отличие от них, врать по причине природной глупости и крайнего легкомыслия он не умеет совсем. Тема встречи в нормандском формате, который якобы не состоялся из-за коронавируса, поднятая Зеленским, была представлена столь нелепо и жалко, что Зеленского можно было ловить на вранье через каждые несколько слов. Первая и самая явная ложь – причина, по которой саммит не состоялся. Болезнь здесь совсем ни при чем. В конце концов, министры иностранных дел уже общались в формате видеоконференции. Кто мог помешать провести беседу в таком же формате на уровне глав государств, коль скоро в этом появилась бы необходимость? О том, почему на самом деле Москва, Париж и Берлин не стали встречаться, совершенно открыто говорил в апреле глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Выступая перед студентами МГИМО, он объяснил, что Киев уклоняется от выполнения договоренностей, достигнутых 9 декабря на встрече нормандской четверки. Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского, по причине той позиции, которую занимают киевские власти. Это позиция не только России. В конце апреля министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с аналогичным заявлением. Для новой встречи нужно реализовать то, что было согласовано, буквально сказал он. И здесь интересен один момент. Сознательно ли фигурант вводит публику в заблуждение, или же его дела запущены настолько, что он сам плохо понимает, что на самом деле происходит в рамках нормандского формата? Первый вариант более вероятен. Заверения Зеленского о том, что он уже общался с лидерами Германии и Франции, эти якобы согласны с тем, что после выхода из карантина встреча должна состояться, звучат как ложь номер два. В отличие от Зеленского, фрау Меркель и господин Макрон являются реалистами, искушенными в политике. Им прекрасно известно, как на ситуацию смотрят в Москве, и никакого согласия на проведение саммита они бы давать не стали, не обусловив его проведение обязательными договоренностями Киева с Москвой. То есть высокой долей вероятности украинский президент говорил со своими коллегами из Франции и Германии, но разговор шел не так, как он описывает, не о том. И вообще, тема нормандской встречи в нынешних обстоятельствах не является актуальной ни в малейшей степени. Глупейшим образом Зеленский коснулся и вопроса о миротворческом процессе, заявив, что он выступает за разрешение конфликта в рамках Минских соглашений. При этом добавил, что дает еще год на их реализацию, после чего вынужден будет использовать план Б или план С, чего ему делать совсем не хочется. Конкретизировать, что имеется в виду, украинский правитель не стал. Существуют ли на самом деле планы, обозначенные этими литерами, никому неизвестно. О плане В президент как-то заикался, а вот буква С на публике звучит впервые. Говорить о неких вариантах урегулирования конфликта, не раскрывая их содержание, это все равно, что представлять аудиторией чертеж обычной синусоиды, утверждая, что это сложнейший график, над которым в течение длительного времени работала группа видных ученых. Вот смотрите, господа, кривая поднимается вверх, достигает высшей точки, затем спускается, после чего процесс повторяется вновь. И дальше мы уже можем говорить о наличии выявленной закономерности. Возможно, на столе Зеленского действительно лежат какие-то бессмысленные бумаги, подготовленные его офисом, в которых присутствуют оба плана, но на самом деле у конфликта в Донбассе есть только три возможных продолжения. Два из них напрямую зависят от Киева. Первый – это выполнение Украины и Минских соглашений. Сейчас очевидно, что этим путем напуганной до смерти радикалами Зеленский идти не собирается. Второй – статус-кво. Продолжение конфликта с обстрелами той или иной степени интенсивности – это то, что мы наблюдаем сейчас. И третий – силовой вариант с широкомасштабным наступлением в расчете подавить сопротивление мятежных территорий. Думаю, что он напрочь исключен Киевом из списка, поскольку в случае возобновления полномасштабных боевых действий высоковероятность вмешательства России по образцу августа 2008 года, когда российские вооруженные силы принуждали к меру Грузию, которая напала на Южную Осетию. Когда я утверждаю, что Зеленский фантастически неумен, я имею в виду удивительное убожество того описания ситуации с мирными переговорами, которое он не стесняясь представляет журналистам. Это путаница, вранье и осознанное, и временами неосознаваемое, нелепые рассказы о планах, которых в принципе быть не может, хотя, возможно, что-то маловразумительное ему на бумаге и нарисовали, хлистоковщина с рассказами о беседах на важной теме с Парижем и Берлином. Когда хотя бы немного сведущий в делах человек начинает анализировать смысл сказанного, выясняется, что содержание отсутствует как таковое. Эксперты и политологи предполагают, что, говоря о перспективах встречи Нормандской четверки, Зеленский в очередной раз пытается подкупить разговорами о возможном мире ту часть своих избирателей, которые голосовали за него, поскольку он обещал за год завершить боевые действия в Донбассе. Эта часть электората, судя по социологическим отчетам, составляла 70%. Похоже, что это действительно так, взбодрить, внимание, 70% от пришедших на голосование. А их там пришло. Извините. Похоже, что это действительно так, взбодрить затухающую популярность, вечная забота каждого актера. Но кто пишет господину президенту столь убогие скетчи по столь важным для украинского общества проблемам? Я думаю, что даже если бы ему подготовили нечто высокоумное и способное убедить публику в правдоподобности излагаемого, он все равно бы испортил дело. Ничто из того, за что он берется руками, никогда не превратится в золото. Андрей Бобицкий. Встреча, которой не будет. Почему Зеленский врет о перспективах Нормандского саммита?